Любой желающий сделать вакцину может пройти к терминалу, нажать на окно регистратура, выйдет талон в порядке и очереди, проходим к регистратору и сразу вас отправят к врачу-терапевту для предварительного осмотра перед прививкой. Благовещенец Олег Бабкин только что от терапевта. К прививке оказался годен, первую дозу получил. Среди своих родных и знакомых он первопроходец. Никто не болел, но и не вакцинировался. Показать пример Олегу не проблема, тем более процедура бесплатная. Кстати, то, что в Москве желающих привиться еще и поощряют материально, считают очень сомнительным мероприятием. Не знаю, мне не надо других денег чужих. Не, ну серьезно, зачем? Это же как бы вакцина и для себя, и для других. Наталья Горбешко только ожидает своей очереди в полупустом коридоре. Пойдет в процедурную четвертой. А пока делится. Это уже второй ее визит за вакциной. На повторную прививку записалась сразу же после первой. Ее, кстати, перенесла хорошо, без побочных реакций. Теперь пенсионерка надеется, что самоизолироваться ей больше не придется. Хватило в прошлом году. Я вот просидела, меня дочь не пускала никуда. Я просидела три месяца, не выходя. Приносили мне еду через форточку, передавали, что берегли. Не общалась ни с внуками, ни с кем. Сегодня в очередях за спутником ВИС стоять не нужно. Запасов препаратов в поликлиниках достаточно. Скоро в регион поступит новая партия. Но если хотите перестраховаться, запишитесь заранее. Записаться на госуслугах в своем личном кабинете. Второй вариант – обратиться непосредственно в поликлинику, в регистратуру. И ему скажут день и время, когда ему прийти на прививку. Либо сразу могут поставить. И третий вариант – это когда пациент звонит в электронную регистратуру и записывается на удобное ему время и день.